Узкоколейная железная дорога является таким же ЖД путем, но с шириной колеи меньше стандартной. Стандартная ширина колеи железной дороги в России составляет 1520 мм. Так что для транспорта с нормальными железными дорогами не подходит из-за технических особенностей. Межосевое расстояние транспорта таких путей варьируется в пределах от 1200 до 600 мм. Существует колея еще уже, однако ее называют по-другому «микроколейкой». Есть два типа «одноколейка» и «двухколейка», разница в пропускной способности. В первом случае движение в обе стороны осуществляется по одним и тем же рельсам, а во втором для прямого и обратного пути свое полотно. Если говорить об ужд, то следует подчеркнуть простоту и экономичность их обустройства. Строителям было необходимо гораздо меньше времени и материалов для ее укладки. Если прокладывали рельсы по неровной местности, где были горы и холмы, то рытье тоннелей и продолбивание их в горной породе занимало меньше времени. Узкоколейная дорога предполагала использование более легкого материала, чем в случае с обычными железными дорогами, с меньшими габаритами. В результате чего дорожное полотно выдерживает относительно небольшие нагрузки. Узкая колея не нуждается в насыпи, ее можно прокладывать даже по болотистой местности, отличающейся мягким неустойчивым грунтом. Нельзя не упомянуть о таком достоинстве, как возможность использования крутых кривых, что делает одноколейные железные дороги с меньшим межосевым расстоянием более подходящим вариантом для горного ландшафта. Однако помимо достоинств такие дороги имеют и ряд существенных недостатков, среди которых, невозможность транспортировки большого объема тяжелого груза, даже в случае двухколейного транспорта. Это объясняется не только небольшими размерами вагонов, но и ограниченной тяговой мощностью локомотива и тем, что полотно, на котором и установлены рельсы, просто не выдержит большого веса. Понижение устойчивости при перемещении с грузом. Так что развивать высокую скорость поезда не могут, как и быстро преодолевать сложные участки, где они еще больше замедляются. Если этого не делать, то поломка техники, повреждение колеи и даже авария практически неизбежны. Небольшая протяженность, замкнутость и отчужденность сетей. Дело в том, что в большинстве случаев узкоколейные железные дороги обустраивались промышленными предприятиями для выполнения определенных задач, чаще всего для транспортировки небольших объемов грузов. В этом случае о создании масштабной сети подобных дорог никто не задумывался. Есть и исключения, небольшие участки дорог, которые проложены в труднодоступных районах, использующиеся для пассажирских и грузовых перевозок. Однако общей картины это не меняет. Улан-Баторская железная дорога как уже было упомянуто выше. Основным назначением узкоколейных дорог была транспортировка грузов для обеспечения промышленного производства. Существует ряд отраслей, где такая дорога активно использовалась до недавнего времени или же применяется и сейчас, места добычи леса и торфа. Примером такой дороги является Шатурская, которая получила допуск на работу в 1918 году, а закончила работу аж в 2008 году, хотя распоряжение о ее демонтаже было выпущено еще в 1994 году. Движение грузового транспорта не прекращалось. На ней перевозили торф на местную электростанцию. Узкоколейка закрылась после перевода станции на иной вид топлива. В 2009 году начался демонтаж рельс. Закрытые рудники и угольные шахты. Такой узкоколейкой является дорога Ямал. Целина во время освоения. Дело в том, что целинные земли в свое время представляли безлюдную местность. Ни о какой инфраструктуре во время освоения этой территории и говорить не приходилось. Небольшие затраты и высокая скорость строительства УШД позволили наладить сообщения между поселениями. Однако со временем были построены обычные железные дороги и проложены автомобильные, так что узкоколейки разобрали за ненадобностью. Особое значение имели для функционирования промышленных предприятий, которые выпускали и ремонтировали сложные механизмы, отличающиеся большими габаритами. Однако тут стоит упомянуть, что в большинстве случаев межосевое расстояние было меньше 600 мм, поскольку дорога была проложена прямо по полу сборочных цехов. При помощи УШД можно было быстро и без проблем перемещать продукцию как в процессе сборки, так и при отгрузке готового изделия на склад. Помимо этого узкоколейка могла использоваться для пассажирских перевозок, а именно по ней доставлялись рабочие на предприятия. В современных условиях для сборки крупногабаритных изделий используются мобильные автопогрузчики. Обратите внимание, говоря об узкоколейных железных дорогах, нельзя не рассказать об их неоценимом вкладе в борьбу с фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны. Такие пути легко и быстро возводились, часто подложкой для них становилось уже готовое дорожное покрытие, подходила даже грунтовая дорога, в местах сооружения оборонительных укреплений. Транспорт, без устали ходивший по ним, доставлял материалы, технику и людей. Также по узкоколейке солдаты, продовольствие и оружие доставлялись до мест боевых сражений, по ним же оперативно вывозили раненых. Протяженность ужд в период войны могла достигать 100 километров. Восточно-Сибирская железная дорога по стандартам, разработанным еще при советской власти, расстояние между рельсами подобной дороги равнялось 750 миллиметров. Этот показатель применялся к 90% всех дорог. Так что ширина узкоколейных железных дорог в России в большинстве случаев стандартна. Это сильно упрощало обслуживание такой дороги и ее подвижного состава, а также изготовление вагонов и тепловозов. Первой дорогой с таким показателем расстояния между рельсами является Ириновская ЖД. Была построена в далеком 1882 году и обязана своим возведением крупному промышленнику того времени Корфу. Ему были необходимы большие объемы торфа для обеспечения своего производства. Позднее, еще до революции, по ней осуществляли пассажирские перевозки. Скорость движения транспорта по Ириновской была небольшой, так что люди вполне могли запрыгнуть в вагон прямо на ходу, что очень нравилось жителям окрестностей. Во время Ленинградской блокады она была частью знаменитой и крайне важной «дороги жизни». Помимо стандартов 750 мм встречались и исключения. Чаще всего это 600, 900 и 1000 мм. Самыми широкими являются пути шириной 1067, которые были проложены на острове Сахалин. Помимо своей колеи они примечательны еще и тем, что такая дорога была возведена в то время, когда половина острова являлась территорией Японии. Кроме самого уникального полотна сохранен и транспорт, который был собран под данную колею. В начале нового столетия были споры о будущем Сахалинской Ушт, в результате чего было принято решение переделать пути под стандартные параметры, а также переоснастить подвижной состав под новые условия. На сегодняшний день многие из сохранившихся узкоколеек находятся в центре внимания не только энтузиастов и любителей редкой техники, но и организации мирового значения как культурное достояние. Примером такого внимания является Кудемская Ушт, которая действует по сей день. Эта дорога была введена в эксплуатацию в 1949 году. Фактическая протяженность рельс составляет 108 километров, однако эксплуатируется только 38 из них. По ней и сейчас доставляют пассажиров. В 2013 году для перевозок людей был даже приобретен новый вагон ВП-750, что позволило сделать путь более комфортным. Западно-Сибирская железная дорога совсем другая ситуация с Белорецкой Ушт, по которой первые составы пошли в 1909 году. В начале нынешнего столетия ее история была завершена. Уникальный подвижной состав и архитектурные памятники, встречающиеся по пути движения, имели большое культурное значение для региона, однако решение о неудовлетворительном состоянии полотна и отсутствие источников финансирования положили всему конец. Сегодня об этой дороге напоминает только паровоз ГР-231, который когда-то курсировал по ней, и старые карты с ее изображением. Этот памятник можно увидеть в Белорецке. Важно, помимо промышленных и пассажирских узкоколеек существуют и так называемые ДЖД, детские железные дороги, которые имеют ширину колеи в 500 миллиметров. Они представляют собой изолированный участок, имеющий малую протяженность от 1 до 11 километров. Такие участки путей используются для практического обучения детей и подростков железнодорожным специальностям. Условия работы ДЖД приближены к функционированию настоящей железной дороги. К уж такие участки не относятся, несмотря на общие параметры. Начало третьего тысячелетия положило конец многим узкоколейным железным дорогам в РФ. В список ушедших в историю также входит Весима-Уткинская в Свердловской области, которая была построена в конце 19 столетия. За время своего существования она пережила большое количество реконструкций и ремонтов, во время одного из таких ее колея уменьшилась с 884 до 750 миллиметров. Дорога функционировала вплоть до 2006 года, а уже в 2008 году был завершен ее демонтаж. При этом, помимо самих путей исчез весь подвижной состав, архитектура станции и даже железнодорожный мост, переброшенный через реку под названием Межевая Утка. Узкоколейные железные дороги потеряли свою актуальность, несмотря на все свои достоинства. Теперь они скорее памятники культурного значения, которые и сейчас смогут принести пользу. Пример Кудемской ушд доказывает это. Россия – не единственная страна, где сохранились узкоколейки, такие же железные дороги можно встретить в Европе, Китае и США. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова